Слава Господу за это служение, которое Бог нам подарил! И при тем, как будем молиться, я прочитаю важное слово для всех нас – для мужей и жен, для детей и для молодежи нашей. Евреям 4 глава, 12 стиха ниже. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обуви до острого. Оно проникает до разделения души и духа, состава и мозгов, и судит помышления на мире есть и одежды. И нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его. Ему дадим отчет». Мы в одно время беседовали уже, что нет твари сокровенной от того, кто скрытый от Него. Ему дадим отчет, сегодня будем беседовать. По-украински будем давать извит. Дорогие друзья, и как раз и Слово Божие. Прочитаем, кто будет давать отчет в своем служении или уповании на Господа. Вот, Слово Божие нас учит этому. Читаем Римлянам. 14 глава, ну, возьмем даже с 14 стих, с 10 стиха. «А ты что осуждаешь брата твоего? Или ты что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов». И дальше говорится, 12 стих. «Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу». За себя даст отчет Богу. И перед лицем Божьим никто не оправдается, не скажет, вот эта беда моя, кто-то помешал мне, кто-то сделал мне или чему подобного. Но он за себя даст отчет, а ты за себя даст отчет. Дорогие друзья, отдавать отчет Господу. Кто еще должен отдавать отчет Господу? Ну, и еще Петра 1, прочитаем 3, 13 по 15. «Будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета в вашем уповании дать ответ скротостью и с благовением». Даже если кто спрашивает из неверующих людей за наше упование, за наше верование, с благовением и кротостью дать отчет. Даже в таких случаях. Мы считаем еще дальше. Кто еще будет давать отчет? «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет». И сказано, чтобы они делали это с любовью и не с воздыханием, ибо это не полезно для вас. Дорогие служители Господни, которых поставил, которых Бог поставил в церкви, говорят, в наше время это блеск профессионально сердце хватает, удобно, но не так в слове на Божьем написано. «Делай по правде Божьей, по слову Его, и пускай весь мир идет на тебя, против тебя. Бог защитит тебя в свое время и постыдит тех, которые восставали на тебя. Пусть хватаются за сердце те, кто против идет и Слова Божьего, и против проспитера, которого Бог поставил почти стадо спорно». Дорогие друзья, тяжело приходится давать отчет тем, которые не покараются истине Божьей. Кто еще дает отчет? А вот за царей, брат перед мной напоминал, третий царств, третий глава, девятый стих и ниже. Это за царствование Соломона. Рассвет царства Израильского, объединенного, еще Израильского не было, на северное поделено. Рассвет был при Давиде и при Соломоне. Давид все время войны вел, а царствование Соломона было мирное. Дважды ему Бог явился в Гавовоне однажды, когда тысячу жертв принес и когда освящали храм. А перед этим он молился пред Господом. Господи, я раб твой, мне на царство поставил твой, а я отрок малый. Я не знаю ни ухода, ни выхода, а народ твой многочисленный. Дай мне мудрости управлять этим народом. Как было? Приятно Господу услышать это. И сказал, я тебе дам такую мудрость, которую не давал раньше и после тебя. И благословил. Даже имя ему дал, когда он при рождении возлюбленный Господом, Соломон был. И потребовал отчет. Не он давал, а Бог потребовал от него отчета. И мы читаем. Одиннадцатая глава, тоже и книга «Три Чарства царств», девятый по одиннадцатый стих. Я короткий слава, сколько прочитаю. И разгневался Господь на Соломона. Он приступил все требования. Не умножай себе жен, не умножай коней, не умножай золото. Все это он не соблю. И мы читаем. И разгневался Господь на Соломона. Я отторжу от тебя царство и отдам его рабу твоему. Сразу нашлись три противника. Вот. Ради добеда отца твоего я не набеду бед в твои дни. Ты отойдешь у мира. Но во время царствования сына твоего он стал причиной разделения царства израильского на северное царство израильское так называлось и на южное и иудейское. давал отчет и требовал отчета Господь особенно от царей. Сегодня напоминалось о Саула только что. Он давал отчет на горах Гелуиских, где он погиб сыновья его и народ израильский был поражен врагами. Оплакал вот Давид, или, можно сказать, научил этой песне. вот горы Гелуиские. Гелуиские да не падет роса на вас и на нему из полей там повержен щит сильных сказано за Давид именно за Саула. Представить себе там отчет погиб он сыновья его и там отрублены тела их к стене там одной прибитой. Вот. Так давал отчет. Давали и другие цари отчет. Как давал Ахав отчет там, где лизали кровь на Уфея и твою будет лизать. И мы другие местор читаем страшно давать отчет пред Богом. Кому много потребуется. Дорогие друзья, мы тоже дать отчет. Каждый за себя. Читаем Псалом 1. Я часто напоминаю о 45-й. Там сказано за грешника проповедника. Грешнику же говорит Бог, что ты проповедаешь уставы мои. Слова мои назад бросаешь. Ты то делаешь, ты сходишь с тем, с тем, ты думал, что я такого же, как и ты, изобличу тебя. Представлю при глазах грехи твои. Вот. Дорогие тут сейчас. Когда грехи представят каждому из нас, если не покаемся, дорогая молодежь, перед глазами нашими, то еще неплохо мы можем покаяться. Уже некогда покаяться некоторым. И вот кто еще дает отчет? 12-я глава Луки 42-й по 48-й стих. Я выборочно прочитаю из них каждые слова. Кто верный и блоразумный домоправитель, которого Господин поставил ее раздавать пищу мерою и ворумя. Мы уже о мере говорили. В свое время и меру хлеба. Ученики спрашивали к нам это заповедь, это прична. А он говорит именно из-за их. Вот Бог поставил раздавать пищу мерою и вовремя. И их потребует учет. Когда читаем причну о десяти минах, там за троих столько сказано. Там все давали отчет. Дай отчет в своем управлении. Один дал другой. А тот который мину имел закопал и приносит ему. Вот твое. Я боялся чтобы то то и то. Лукавый и там ленивый раб. Ты знал этого? Почему ты не обратил эту мину? Дорогие друзья, и вот кто знал волю господина вот даже я прочитаю это место. Рав же тот, который знал волю господина своего и не был готов и не делал по воле его, бит будет много, а который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. и вот всяко кому дано много, много и потребуется, и кому много верно, того и больше взыщут. Знает все открыто вножено перед им, открыто все. И там мы беседовали о том, как он пред Господа открыто и даже за то Синахерима, который пришел, завоевал Иудею, его всадил в Иерусалиме и другие укупленные города. И когда молился, я развернул то письмо, которым поносил он Бога самого и Бог ответил ему. Я учила в рот его и повернул той же дорогой, которой он шел. И показает след тебе действующая дочь Сиона. Против кого ты в столько глаза поднял? Пойдешь туда и вычитаем уже бы когда пришел День днем сыновья его убили и убежали в горы. Вот так судился Господь. И когда читаем 138 Псалом дорогие молодые жены слушайте вот зародыш мои видели очи моих хоть еще ни одного дня не было уже Бог определил сколько дней будем бодрствовать Бог Бог совершенно все знает горы тем жены которые запятали руки в крови детей своих еще света не видевших страшно разгул где-то убийство в этой стране будут давать отчет о них я знал как некоторые давали отчет там еще на Украине люди мира всего конечно жены самоубийством кончали некоторые совесть настолько грызно не выдерживали дорогие друзья зародыш мой видели очи и вот мы должны давать отчет да поможет нам Господь Бодрствовать и там силы дадать Господь и так же будут отдавать каждый кто имел какое служение пророк бы не давать отчет и придут в то время скажут твоим ли именем пророчествовали чудеса творили а он скажет отойдите от меня я никогда не знал вас откажется пред ангелами святыми пророчествами небес ему дадим отчет и я буду давать отчет и вы дорогие песни поющие все вы дадим отчет дорогие дорогие главы семейств посмотрим как сидя кия давал цар отчет там в Ривле город Новохландос завоевал и сразу был он пойман стал перед Новохландос сыром сыновья его и там каждый священник первосвященник Иван требует отчета заколол пред глазами всех сыновей его можем себе представить пред вашими глазами убивая детей ваших конечно во время господства атеизма это было но это верно верными отцы и сыновья были верны были случаи такие а потом выколол глаза в цепях отведен был Вавилон о страшно давать отчет страшно пасть в руки Бога жива да будет милость Божия над нами чудно его человеколюбие написано долготерпение Божие почитается спасение это означает долготерпеть медленно и в огневе долго смотреть а может быть покаяц в тиски берет его болезни посылает и тогда человек узнает что он сделал против Господа и кается этого еще хорошо останемся верными нашему Господу послушными помолимся да мы нам в страхе и в трепете совершать свое спасение дорогая молодежь которая играется этим изобретением вот посылайте друг другу там что за посылайте вы будете давать чуть-чуть давали гроби их тут были в церкви страшно давать очозно зачем тебе умирать не в свое время будем молиться против Господа просить милостей да выходить свято и в страхе Божьем пред ним склоним колено и будем молиться милостей милостей